Люди всегда нуждались и всегда будут нуждаться в тепле. Отопление и наличие горячей воды в кране бесспорные показатели уюта и комфорта в доме. Тепло присутствует везде. Над нами, вокруг нас и у нас под ногами. Сама природа, которую мы так неосмотрительно губим, предлагает нам почти бесплатную энергию. Почти, потому что для работы устройства, аккумулирующие это тепло, все же необходимо использовать электричество. Правда, минимальное его количество. Это устройство тепловой насос. Что такое тепловой насос? Это прибор, который буквально выкачивает из земли или воды тепло и направляет его в систему отопления и горячего водоснабжения. При работе теплового насоса энергия тратится не на прямой нагрев системы отопления, а на перекачку тепла из окружающей среды в дом. Таким образом, основное преимущество теплового насоса перед привычными способами отопления экономичность. Прибор потребляет на 80% меньше энергии, чем, например, традиционные электрокотлы. Но кроме экономии, владелец теплового насоса получает комфорт. Прибор оснащен климат-контролем и работает в автоматическом режиме. Экологичность. Отсутствуют какие-либо выбросы в окружающую среду. Удобство при установке. Монтаж не требует никаких согласований и бумажной волокиты. Безопасность. В тепловом насосе ничего не горит, он взрыва и пожара безопасен. Кроме того, работой насоса можно управлять на расстоянии при помощи интернета или телефона. Наибольшего распространения тепловые насосы получили в ряде европейских стран. Например, 40% всех новостроек в Швейцарии оснащаются тепловыми насосами. А в Швеции практически все население делает ставку на тепло земли. В 90% всех новых домов жители получают выгоду от эффективности и экологичности современных тепловых насосов. По прогнозу Мирового энергетического комитета, к 2020 году в передовых странах доля отопления и горячего водоснабжения с помощью тепловых насосов составит 75%. Кто и когда придумал тепловой насос? Впервые разработки появились еще в 19 веке. Практическую теплонасосную систему, так называемый умножитель тепла, предложил в 1852 году британский физик и инженер Вильям Томпсон, впоследствии лорд Кельвин. Он допустил идею о том, что для целей отопления можно эффективно использовать холодильную машину. Полезность своего изобретения Томпсон обосновал тем фактом, что ограниченность энергетических ресурсов не позволит непрерывно сжигать топливо в печах, а его умножитель тепла будет потреблять меньше топлива, чем обычный печь. Как же работает современный тепловой насос? Людям, не посвященным, может показаться, что тепловой насос – это техническая диковинка, которую редко увидишь. На самом же деле с тепловыми насосами сегодня знаком даже ребенок, поскольку обычный домашний холодильник – это тоже тепловой насос. Только наоборот. Он выкачивает тепло из морозильной камеры и отдает его трубчатой решетке радиатору за задней стенкой холодильника, которая от этого становится теплой, а иногда даже горячей. Охлаждая морозильную камеру, холодильник согревает комнату, в которой установлен. Таким образом, холодильник по сути своей не устройство по созданию холода, а скорее машина для переноса тепла из одного места в другое. Тепловой насос имеет почти ту же конструкцию, только он более мощный и автоматизированный. Из каких элементов состоит тепловой насос? Перед нами одна из моделей теплового насоса «Гиперион ЦРВ-12». Мощность, отдаваемая в режиме отопления, 10,5 кВт. Потребляемая мощность 2,25 кВт. Основные узлы теплового насоса – это компрессор, теплообменник, управляющий модуль, состоящий из спад управления и вот такого пульта управления. Все модули теплового насоса звукоизолированы с помощью специального материала, поэтому насос работает довольно бесшумно. Один из основных элементов теплового насоса заслуживает более пристального внимания – это компрессор. Дело в том, что за всю историю применения тепловых насосов наиболее значительные конструктивные изменения коснулись именно этого устройства, где низкотемпературное тепло преобразуется в высокотемпературное. А начиналось все с поршневых агрегатов – громоздких и малоэффективных. Затем их сменили винтовые компрессоры, которые сейчас работают в мощных промышленных тепловых насосах. А небольшие бытовые модели почти все оборудованы спиральными компрессорами, которые способны работать даже при экстремально низкой температуре окружающей среды и имеют большой моторесурс. Годом их изобретения считается 1905, а изобретателем – французский инженер Леон Круа. Что же собой представляет спиральный компрессор и как он работает? Сжатие воздуха происходит в блоке, где установлены две спирали. Одна из них жестко закреплена и лишена возможности перемещения. Вторая спираль подвижна и установлена со сдвигом фаз. Принцип сжатия спирального компрессора очень прост. Подвижная спираль начинает двигаться вокруг неподвижной, при этом между спиралями образуются воздушные полости, в которые попадает воздух. По мере хода подвижной спирали объемы рабочих ячеек уменьшаются, за счет чего и происходит сжатие воздуха, а следовательно и повышение его температуры. В настоящее время спиральные компрессоры доказали свою надежность и превосходные качества и постепенно вытесняют оборудование других типов с данного рынка. Итак, как же действует тепловой насос? Охлажденный теплоноситель, проходя по внешнему трубопроводу, нагревается на несколько градусов. Внутри теплового насоса теплоноситель, проходя через теплообменник, называемый испарителем, отдает собранное из окружающей среды тепло во внутренний контур теплового насоса. Внутренний контур теплового насоса заполнен хладагентом. Хладагент, имея очень низкую температуру кипения, проходя через испаритель, превращается из жидкого состояния в газообразное. Это происходит при низком давлении и температуре минус 5 градусов. Из испарителя газообразный хладагент попадает в компрессор, где он сжимается до высокого давления и высокой температуры. Далее горячий газ поступает во второй теплообменник – конденсатор. В конденсаторе происходит теплообмен между горячим газом и теплоносителем из обратного трубопровода системы отопления дома. Хладагент отдает свое тепло в систему отопления, охлаждается и снова переходит в жидкое состояние. А нагретый теплоноситель системы отопление поступает к отопительным приборам. При прохождении хладагента через редукционный клапан давление понижается, хладагент попадает в испаритель и цикл повторяется снова. Откуда именно тепловой насос может черпать энергию? Источником тепла может быть любой объект с температурой выше 1 градуса по Цельсию, незамерзающий грунт на глубине, вода в реке или озеро подо льдом, вода в море, вода из скважины, канализационные стоки и так далее. Этого тепла хватит, чтобы выдавать на выходе до 60 градусов. Для получения наибольшей эффективности теплового насоса необходимо правильно обустроить геотермические источники тепла. К наиболее часто применяемым источникам тепла относится геотермический грунтовой зонд. Чтобы его использовать на приусадебном участке, необходимо пробурить вертикальную скважину, глубина которой определяется по тепловой потребности дома и зависит также от местных геологических особенностей грунта. В эту скважину вставляется зонд, содержащий специальную жидкость – теплоноситель, который получает тепло из грунта и передает его к тепловому насосу. Нередко вместо вертикальных геозондов применяются геозонды наклонные. Их использование обычно обусловлено рядом причин, например, местом установки, так как не на всех земельных участках есть возможность уйти на большую глубину при бурении скважин. Горизонтальные грунтовые коллекторы также используют тепло земли, но не через глубинные скважины, а через большое геоколлекторное поле, которое укладывается ниже границы замерзания грунта. Если есть грунтовые воды, рекомендуется применение колодезной установки, из которой теплая вода с температурой примерно 10 градусов направляется к тепловому насосу, где отбирается часть тепла. Охлажденная примерно до 3-6 градусов, вода возвращается в грунт. Для получения энергии используется также уличный воздух. Он выступает в роли источника низкопотенциального тепла. Отобранное тепло передается к тепловому насосу, который работает на повышение температуры. Затем тепло поступает в систему отопления. Как сделать работу теплового насоса эффективнее? Продуктивность работы теплового насоса зависит не только от источника тепла и способа его получения. Немаловажную роль играет установленная в здании отопительная система. Наиболее эффективно тепловой насос работает в тандеме с системой теплый пол или с фанкойлами – вентиляторными теплообменниками. Дело в том, что тепловой насос работает продуктивнее при температуре от 45 до 55 градусов на выходе, что как раз и соответствует температурам теплоносителя в упомянутых отопительных системах. При работе с радиаторами эффективность тепловых насосов будет снижаться. В этом случае потребуется существенно увеличить мощность радиаторов. Если же оценивать эффективность с точки зрения экономических показателей, то наибольшей производительностью обладают комбинированные генераторы тепла. Например, теплонасосно-солнечная система. Принцип ее действия заключается в объединении работы теплового насоса и солнечного коллектора. Когда солнечной системы достаточно, коллекторы полностью обеспечивают нужды системы отопления и горячего водоснабжения. В это время тепловой насос не работает и соответственно не потребляет электрическую энергию, сохраняя свой моторесурс. При недостаточном количестве солнечной энергии гелиосистема все равно вырабатывает минимальное количество тепловой энергии, а остальное тепло вырабатывает тепловой насос. Стоит отметить, что установка с тепловым насосом имеет два режима работы – зима и лето. В режиме зима тепловой насос работает по обычной схеме – берет тепло из скважины и отдает его системе отопления. При включении активного охлаждения в режиме лета тепловой насос подключают между скважиной и системой кондиционирования и заставляют его работать в обратную сторону, то есть брать тепло из системы кондиционирования и отдавать его скважине. Как же рассчитать необходимую мощность теплового насоса для отопления вашего дома и не ошибиться при выборе геозондов? Все расчеты производятся инженером-проектировщиком по специальным методикам. Чтобы определить требуемую мощность теплового насоса, для начала потребуется рассчитать тепловые потери проектируемого здания. При этом учитываются все основные параметры дома. Материал, из которого он построен, ориентация по сторонам света, количество и размер окон и так далее. Определив тепловую нагрузку здания, можно переходить к вычерчиванию теплового оборудования на участке. Это у нас колодец, в котором будет расположен коллектор для геозондов. И далее, так как мы определили тепловую нагрузку, мы теперь знаем необходимое количество и длину геозондов. Мы их располагаем на свободной от застройки площади на участке. Геозонды располагаются под различными углами для более эффективного использования толщи земли. Следующий этап – проектирование системы отопления. На все расчеты у проектировщика уходит около двух-трех недель. В результате мы получаем проект системы отопления в целом, которая является наиболее простой в эксплуатации, наиболее также экономичной и эффективной. А для заказчика такой проект является еще и гарантией надежности отопительной системы.